Всем привет! Мы с Олегом Соскиным. Сегодня 24-е, 06-е, 20-е, 23-е. Ну, наконец, началась такая очень хорошая, решительная фаза. В Российской Федерации и Москве началось, наконец, революционное восстание. Оно может перерасти в революционную войну освободительную. Это логично. В голове, как я вам и говорил, что самые большие шансы для новой инкарнации Власова и Пригожина. Это очень умный, очень образованный человек с очень тяжелой, изломанной судьбой, но не один он, там их много. Ну, Плюсуткин – это грух, это, так сказать, белая кость, скажем так, в отличие от всяких шмонек. Шавок разных подворотников, ну и тем более такого Шобла, как тот же Шойгу, Герасимов и прочие там Суровикины. Ну, Суровикин там не совсем понятно, но по-любому он убийца-предатель, конечно. Для Украины это при любых обстоятельствах надо требовать его выдачи и прилюдной казни на Майдане независимости. Ну, не его одного, там еще есть такие же твари. Поэтому тут как бы все понятно. Так же, как те летчики, которые бьют по ракетам и по Украине. Они все должны быть или гильотинированы, или каким-то другим способом. Через АУТ-АДАФЭ проведены, а как иначе, я, например, не представляю. Я не вижу других вариантов. Если вы мне подскажете, это интересно будет. Но они слишком... То есть они... Это же не войны. Войны это те, которые бьются на линии фронта, вот как сейчас. А это подонки, которые убивают мирных людей, стариков, пожилых женщин, девочек, детей, мальчиков. Они должны соответствующим образом быть наказаны, чтобы неповадно было другим уже это делать. Чтобы ни одна тварь не хотела сесть вот так в самолет и сбрасывать ракеты, бомбы на мирные города. Где бы там ни было, не только в Руси и Украине. Те, кто отдают приказы, они преступники. Ну вот такая ситуация. Разрастается восстание. Уже понятно, почему оно началось. Ну для меня, по крайней мере. То есть отправная точка – это решение Путина встать на сторону миллиардеров с Минобороны. И поддержать Шойгу и Герасимова. И там, где пилят это бабло. Ну простые граждане Российской Федерации, они просто лохи. Они все, просто их это НКВД-ско-Карибийское отродье, оно их развело как болвана всех. Они им внушают, что типа это новая отечественная война. Никакой отечественной войны вообще не было и нет. Сталин – это просто ублюдок, который убийца, убивал миллионы людей. Просто психопат, порноик, выживший с ума. Маньяк. Захвативший власть. Потом его свои же и прибили. Вот сейчас приблизительно подобная происходит ситуация. Путин тоже. Но Путин – это расчетливый. Он не… Сталин хотя бы, как говорится, деньгам не придавал значения. Ну это была такая группа, каста ненормальных большевиков. А Путин прекрасно дает долг, деньгам. Он говорит, деньги – это превыше всего. В принципе, его группа – триллионеры. Поэтому они, естественно, хотят, чтобы у них было больше триллионов. Как их сохранить? Надо забирать под себя все. Монополия. Ради… Маркс там цитировал одного ирландца, очень умного экономиста, профсоюзного деятеля, что ради 300% прибыли нет такого преступления, на который не готов капитал, даже если это грозит ему виселицей. Ради 500% он готов, так сказать, отправить в небытие собственную мать и так далее. А тут речь идет о тысячи, пять, десять тысяч процентов прибыли. Вы представляете? То есть понятно, что в Санкт-Петербурге африканцев не зря привезли. И было решено перекоммуникатировать, забрать у ЧВК Вагнера, Уткина, Пригожина все деньги. Все источники африканские, ну и латиноамериканские тоже, соответственно. Не зря Шлавров и туда, и туда ездил. И не зря кубинец приезжал. Вот, и Никарагу, и так далее. Ну, после того, как этим ребятам стало понятно, и тем, кто за ними стоит, что их делят уже и множат на ноль, они сказали, ну так хорошо, тогда давайте постражаемся. И начали сражения. Поскольку революционная ситуация уже перешла в революционный кризис в Российской Федерации, и они сами виноваты, это война с Украиной, иноцидно-террористическая, плюс то, что Украина выставила и не сдалась, и начала потихоньку их, так сказать, бить на фронте. Вот, особенно Бахмут, конечно, играет ключевую роль. Ну, и то, что я вам рассказывал, объяснял я, насколько меня, так сказать, изучают очень многие детализировано, потому что Олега Ильича надо изучать, конспектировать, если не мудак, и есть мозги, серое хоть чуть-чуть вещество. Вот, то понятно, ребята поняли, что они могут это сделать. Главное теперь не повторить ошибку Власова, который пошел на договоренности со Сталиным, Путиным в данном случае, и пошел на уступки. Если бы он не пошел, он бы победил, история бы развивалась в другом бы направлении. Вот сейчас, если Уткин и Вагнер, этот Вагнер, ну, естественно, привожен, будут действовать правильно, причем революционная война имеет такое качество абсолютное, что надо все время наступать. Каждую секунду надо все время выступать и наступать. Привожен все время должен быть в эфире. Вот если он будет все время в эфире, они будут говорить, взяли такой банк, взяли такие базы, разгромлено ФСБ, разгромлено какое-то еще одно ублюдочное, помойная яма, раз в Гвардии, это все замечательно. Ну, Кадыров выступил, сказал, что это типа мятеж, нож в спину. Кому, Кадыров, нож в спину? Тебе, что ли? У тебя тейпы и, как они называются, ой, ук, хумы или как там они, это объединение тейпов. Поэтому я скажу, слышите, Кадыров говорит, происходящее, нож в спину, настоящий военный метеев, нам мало, никто, нет оправдания, поддержать надо каждого слова Путина, что наша Родина, какая Родина, слышишь ты, какая Родина? Есть какая-то напряженность, единство, какое? Я думаю, сейчас будут большие проблемы у Кадырова, потому что нафиг никому не нужен. Почему не нужен? Объясню. Смотрите, я вам сейчас тут один... Есть так называемые тайпы-тейпы, а они объединяются в чеченские тук-хумы. Союз определенной группы тайпов-тейпов, не связанных между собой кровным расслом. Они говорят на разном диалекте, войнахского языка и так далее. Ну, разные, было их и раньше девять. Акхи, Мелхи, Нокхамой, Тлой, Четлой, Челебарлой, Шарой, Шутоя, Штой. Вот все они составляют чеченский народ. Естественно, там еще разное вся такое кручено-намешано. Ну и Кадыров заявил, что он сейчас идет на поддержку Путину. Как только он пойдет на поддержку Путину, его, так сказать, бойцы, понятное дело, все условия есть в Чечении, Ингушетии, там, Осетии, Кабардино-Балкарии, чтобы началось освобождение Кавказа. Все условия. Я думаю, Кадырову сразу дадут под зад, потому что его людей не будет. Все. А Росгвардия, вся остальная, российский корпус должен оттуда военный уйти, потому что уже не до Кавказа. Надо идти хотя бы что-то с Москвой или Градом делать. Поэтому сейчас для оппозиции чеченской, просто, для Маскадовой и других просто золотые времена наступают. Если они не будут сопли жевать, как я говорю, классическое выражение, если они сейчас воспользуются моментом, они Кадырова просто, как говорится, порежут на форшмак. Вот будем смотреть, будет это или не будет. Возвращаем Соскиным, подписывайтесь на канал, это мой большой, есть меньший Соскиньюз. Если правду хотите знать, поддерживайте Олега Игоревича. Ну и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok